здравствуйте друзья у нас в студии гость марин могилка которая она собственно известная бы у него больше нашего подписчиков но во всяком случае марина специализируется в очень важном деле о котором мы сегодня поговорим я кстати утром сегодня ехал на работу и записал маленький сюжетик искал тема того что кроме грин-карт лотереи есть еще много всего на свете очень важно и мы будем эту тему продвигать поэтому вы у нас как бы в этом контексте идете поэтому ну давайте вот рассказываете да я могу начать с того что мне тоже была мечта там про америку когда первый распредел я приехала первый раз тысяч раз в году в майами я увидела все это тепло эти улыбки я думаю себя чего мир сколько водиков то было 20 это не было work and travel то мнение это я приехала просто ну уже я работала вот в этом обучении за рубежом ребят английский учить как раз мы школы приехали смотреть и я приехал думаю вау майами очень круто после питера особенно в апреле но это разница огромная хорошо да еще без урагана да еще не было и я подумала что я очень хочу учиться в америке и мод кто ездил университет и смотрели этому все хочу хочу потом посмотрела сколько стоит это ну там типа магистратура в джонс-хопкинс которая хотела 60 тысяч долларов ну так я думаю ну окей ладно вот и стала изучать вообще все материалы по обучению в сша и как-то я вот совершенно случайно сидела вконтакте вот так вот скроллил ленту и увидела что в америке дают гранты на обучение и иностранцам иностранным студентам да и я прям видела видео девочки которые кстати мы потом уже познакомились с сан-франциско она живет работа все видео записывали видела видео что она поступила на магистратуру по маркетингу и дали полное финансирование я такая вау но она как-то себя должна была проявить или всем да нет естественно не всем то есть естественно там идет там пулу какой-то класс да кто поступает они смотрят кто лучше у них есть какой-то определенный объем финансирования и лучше они раздавали то что им важно чтобы у них были классные студенты они хотят ну вот всегда спрашивают почему университетом спонсируют они хотят чтобы вот ты лет через десять стоишь расскажешь на сцене на какой-то да про свой успех и говоришь я вот из этого там университета или у тебя в этом куча денег в этом донейшн делаешь есть деньги для талантливых людей да они найдут вот и я стала в общем пробовать думаю ладно я попробую почему не осталось два месяца до подачи я подала в шесть университетов в один меня не взяли подавали на какую программу нам у меня было как бы я смотрела чтобы было полное финансирование для меня был самое главное программа у меня либо master's in marketing либо mba то есть между двумя выбирала где была полная туда и подавала ну а чем вы хотели их взять вот какой план был вот я писала что значит у меня во первых на тот момент бизнеса было получается и года вот я рассказываю чтобы это еще тогда по-другому назывался было все оффлайновая да но я рассказывал что мне свои бизнес я рассказываю у меня в школе была олимпиады я не знал насколько это вообще важно но я упоминала все олимпиады я рассказываю что это как тибетом в школе на концертах на всех пела. Ну, понятно, что это по-разному можно подать. Можно сказать, я выступал на новогоднем утреннике, а можно сказать, я активный соушал, там, такой человек в школе, что все социальные мероприятия и культурные я проводила. То есть, подать надо, правильно? Да, правильно подать, но это в Америке, да, очень важно. В общем, да, расписала вот так, вот сделала акцент на то, что я хочу свой бизнес на международный уровень вводить, не знаю, как это можно сделать, не имея международного образования, да. И, в общем, да, подалась документами, еще нужно было сдать два экзамена. Вы подали в 10 мест? В 6. В 6. И в скольких вам отломилось? В 5 меня взяли и в 2 дали полное финансирование. Ага. Слушайте, это вас тогда проблемы выбора замучило, наверное. Нет, на самом деле, там меня взяли в Джонс Хопкинс на полное финансирование и взяли в универсию Флорида на полное финансирование. Ну, наверное, вы выбрали Хопкинс. Я выбрала универсию Флорида. А, тут? Пляж, пляж. Потому что я посмотрела, там, городок этот Гейнсвилл, там, какие-то искусственные водоемы, что все пальмы, и это Гейнсвилл. Вот. Но в тот же месяц у нас инвестировало 500 стартапов, поэтому я никуда не пошла учиться. Ну вот. Ну да, то есть, история такая была сейчас, но, что самое главное, я поняла, что, во-первых, можно учиться бесплатно, и я на себе это поняла, что можно сделать это, и это реально. И я как бы стала углубляться во всю тему, познакомиться с ребятами, которые на бакалавриат полное получали. Это сложнее, но это тоже реально. То есть, на мастер легче? На мастер легче, да. Считается, потому что на бакалаврии ты приходишь, у тебя еще там вот такие глаза, ты не понимаешь, что происходит, и, естественно, университету не так выгодно тебя финансировать. На мастерс ты уже можешь делать ресерч какой-то, который университет может продать потом компаниям. Ты можешь работать ассистентом у профессора, ты можешь помогать ему. То есть, там много разных финансирований. Но, опять же, на бакалавриат, тот же университет флорида, выдает ассистеншим бакалавром. Ну, то есть, полное финансирование. А полное, это что? Они платят за тебя, за учебу? А что еще? Общак бесплатный, продуктами? Они стипендию дают. То есть, у меня как было вот в университете флорида, например, они сказали, мы даем вам полное финансирование. То есть, за учебу вообще не платите и за страховку не платите. Так. И еще мы вам платим стипендию 12 тысяч долларов в год, что, как бы, прожеченный минимум на год во Флориде 11. То есть, можно поменять. То есть, они сначала мне сказали, мы вам 6 даем. Я говорю, слушайте, ну, я типа подала, ну, мне очень важно полное финансирование. Да. И они такие, ну, типа, ладно, мы сделаем исключение, вот вам еще 5 тысяч грантов. Я так, ну, в смысле, 6 тысяч. То есть, грубо говоря, можно выживать? Да, да. Нет, ну, на тысячу, в принципе, там комнаты, я думаю, мне бы дало. Хорошо. Так, наш зритель-то с этого что будет иметь? Вот давайте. Вот, ребята спрашивают, как поступить в США после 11 класса, например, да? Так. Во-первых, что важно понимать, что после 11 класса можно спокойно поступать в Америку. Если, например, в Англию нельзя после нашего 11 класса идти, они не признают наше образование. Они просят делать еще один год в Англии лишний. То же самое касается, там, Австралии, например. А чуют они? А вот, вот у них 12 лет в школе учатся, они мне нравятся, что они учатся. Я вообще 10 учился, друзья. Ну, в общем. В общем, им не нравится, а в Американцам нравится. Американцам, Канадцам вообще без проблем. После школы есть разные уровни университетов. Есть клевые университеты, в которые, помимо обычного TOEFL, TOEFL всем нас даст, языковой экзамен, понятно, что ты иностранец. Это не TOEFL, который из соевых бобов, а TOEFL, да? Это экзамен такой. Я раньше говорила TOEFL, а потом у меня все иностранцы, английский канал. Что-то я не верю в твоей компетенции в английском, если ты TOEFL говоришь. А как? ТоEFL. Окей, TOEFL. Ладно, whatever. Ну, у нас аудитория так. Ну, да. Ну, в общем, TOEFL правильно говорить, просто вы же потом будете разговаривать. TOEFL, окей. Вот. Значит, то есть в топовые университеты, типа там, MIT, Гарварда и так далее, помимо вот этого TOEFL нужно сдавать еще минимум три экзамена. Один общий SAT и два по предметам, физика-математика. SAT – это тест на способности. Ну, там, на самом деле, да, там особо терминов никаких нет, там математика, причем математика такого класса девятого сейчас российской школы, несложная вообще. И английский. И анализ текста, да. Вот. Сабжекты посложнее, ну, вот, которые по предметам, там, языки, математики. А большинство университетов принимают только один SAT. То есть, если мы не говорим про топовые, то достаточно одного SAT. SAT нельзя сдать где-нибудь, вот, не уезжая из, там, Питера, Москвы? В Москве, в Питере, везде есть. Везде есть, да, у них стандартные даты в течение года, главное не пропустить. То есть, я могу, живя там где-то, в Российской Федерации или, там, не знаю, в Украине, пойти сдать TOEFL, 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 сдать SAT-тест, и дальше я смело там рассылаюсь, им от меня больше ничего не надо. Ну, еще мотивационное письмо в каждый университет, почему конкретно этот университет, почему это специальность, и рекомендательные письма от учителей. Ну, как все даже, все понимают, что наши учителя не говорят по-английски, поэтому на иностранных студентов дополнительная обязанность ложиться писать. Перевести. Писать. Мне, как мне профессора сказали, ты напиши, а мы подпишем. Окей, шесть вузов, каждые письма должны быть, ну, немножко разные, ты не можешь... Почему? Потому что... А, кастомизация происходит. Ты должен подчеркнуть, да, конкретно. Я понял, понял. Понял, адаптировать под конкретный университет, да. Да, да, да. Вот. А что нужно еще знать? Да. Что надо заранее? Потому что я подавала за... Получается, 9 месяцев до начала учебы, и это было так в пыхах, потому что дедлайн у них, например, чтобы начать учиться в сентябре, хорошие вузы могут закрыть дедлайны уже в январе. То есть это получается... Ну, вот да, за 9 месяцев до начала учебы. До нового года, да, да. Да, то есть если вы хотите поступать вот как можно раньше. В идеале... Я бы вообще за 2 года начинала спокойно к экзаменам, бы готовилась, потому что на магистратуру в принципе все то же самое, только экзамены не SAT, а там GMAT или GRE. Ну, зависит от специальности. И к ним тоже достаточно. Так, ну, они такие мудрные, не то, что там надо что-то учить, но там такая математика. Я вот вас слушаю, и поскольку я под впечатлением того, что у нас сейчас вот люди заполняют анкету участника Green Card лотереи, и я вот эти баталии вспоминаю по части того вот, значит, в какой стране человек родился, это большой сложный вопрос. Фотография. Например, фотография – это аспирантура. Но я думаю, это не каждый вот может вот так, как вы сейчас рассказываете. Нет, естественно, не каждый. Конечно, не каждый. И это, ну, просто... Но что я считаю, что если человек берется, там реально это не то, что ты какой-то супер-мега-талантливый должен быть, чтобы все это получилось. То есть надо просто сесть и сказать себе «это моя цель, и я буду пахать по там 8 часов в сутки». Я сидела на работе, и вот у меня полчаса работы, полчаса универа, полчаса работы, полчаса универа. Потом мы ездили в командировку, тоже во время подготовки к джимату. У меня с собой не было, в какой-то момент кончился блокнот, я решала задачи на салфетках в ресторане. То есть я сидела вот так вот, просто решала. У меня в телефоне были задачки, я их решала. То есть когда ты ставишь себе цель, и ты вот идешь к ней. Ну вот, да, это действительно много работы. Это не то, что вот ты взял, так, ну все, меня взяли и финансируем дали. Ой, тяжело. А вот, допустим, если у вас есть там какой-то молодой человек, что называется личная жизнь, вы можете его с собой прихватить? Пожениться будет, да. Ну то есть вот если он не отказывается. Да, по F-визе тебе дают F-визу, мужу дают или там жене, ну визу, как зависит от студента, но есть лайфхак. На размер стипендии не влияет? Нет, супруга не будут финансировать обычно. Иногда бывает PHD, если ты делаешь PHD, вот эту программу 4 года, но обычно они не финансируют семьи, но есть вот лайфхак один, по F-визе, когда F-2, да, это вот зависимый человек, ты не можешь работать. Но есть программы, например, у меня есть знакомый здесь, который учится на MBA в Стэнфорде, ему было очень важно, чтобы жена работала. И Стэнфорд согласился ему сделать не F-1 визу, а J-1. То есть что он трейни, и тогда супруга получила тоже разрешение на работу. А ведь можно же там попросить разрешение на работу, когда ты на... А, на J можно, на F нельзя, да. Ну, на F студент может работать, а на кампусе университета 20 часов. Ну, хорошо, давайте в практическом плане. Вот, допустим, мальчик Боря, там, учится в 11 классе. Да что сейчас, октябрь, окей. Октябрь. И думает, эх, думает Боря, поеду-ка я в американский университет. Мы его увлекли Хопкинсом, или, а может быть, даже больше увлекли пальмами, там, флоридскими. И думает, поеду. Что вот он, первый шаг какой? Первый шаг понять, сколько денег, если их нету, если это ноль, понять, какой средний балл и какой сейчас английский. Потому что если английский сейчас средний, то, естественно, он, наверное, не успеет уже сдать. Значит, итак, если у него деньги есть, то, в принципе, он может подавать в университеты, которые платные, и в колледже платные. И у них дедлайны чуть ли не до конца мая. То есть он в конце мая может подать, его там в июне возьмут, и в сентябре он приедет. И там нет таких сложных требований? Там не так сложно. То есть, когда мы посмотрим платные колледжи, то можно, да, вот подать. А какая цена, так сказать, вопроса с платным колледжем, университетом? Да, зависит, ну, самое дешевое, что мы находили, из приличного. То есть, когда у визово-офцера не будет вопросов, почему вы брали с Шарашкиной конторой, ездите за океаном. То есть это от 12 тысяч в год? Да, в год. Это твишин или с проживанием? Это твишин, только твишин. А дальше еще проживание. А проживание зависит от штата, да. То есть вы должны показать, что у вас есть деньги хотя бы на год? На первый год. На первый год. У вас есть 12 тысяч заплатить за это, и вам надо как-то жить. Да. Считай еще 12 тысяч. Да. То есть 24-25 тысяч, если есть, то можно... То можно не запариваясь, как бы. Знаете, многие люди, которые нас сейчас слушают, они скажут, когда такие деньги есть, так и ехать никуда не надо, если бы такие деньги были. Ну, нет, у каждого же всякие цели. Это правда, это правда. Ну, многим бы уже и там действительно... Да, но у меня как бы основной посыл... На пол-литра есть и... Да, я просто знаю, что есть ребята, которые супер, ну, как бы хотят, и они себя... Нет, наоборот, они себя недооценивают. Они, может, у себя там... У них классный балл в универе, они там работали где-то... Ну, им кажется, что они все равно, потому что я про себя так думаю. Поэтому я все равно не потяну, как эта девочка из России, кому она там интересна в Америке вообще, да? Думает она. Да. А вот просто надо взять и попробовать. И я всегда говорю, что, окей, понятно, что и в грин-карту можно проиграть, и в университет можно спустить и так далее. Но когда у вас есть этот опыт, вы уже понимаете, как двигаться дальше. У нас ребята, которые на второй год поступают. Ну, подождите. Все-таки мальчик Боря... Да. Он что? Он должен что-то прочитать? Или он должен пойти куда-то, где его проконсультируют там за 3 копейки? А, видео может смотреть. Можно. У меня очень много видео про обучение. А есть какой-нибудь плейлист, чтобы... Знаете, не очень много. У меня вот 6 тысяч видео. Да, у меня есть плейлист про обучение. И там есть как раз про бакалавриат. Есть плейлист. На канале LinguaTrip есть очень классный. Недавно вебинар проводили, какой я в США после школы. Так. Вот. Для мастеров у меня есть... Хотя для бакалавров тоже подойдет. У меня есть книга. Я написала про поступление в США. И там прям пошагово расписано. Какой экзамен, где сдается, как готовиться, как искать университет с финансированием. Онлайновое что-то? Или прям вы ее распечатали? Не, я не стала печатать онлайн. Ну что, это проще, когда онлайн можно редактировать все время? Там же меняется что-то? Ну, да. Во-первых, там перевыпуски идут. И во-вторых, ребята могут с вами в телефон. Так а как же на книжку попасть? LinguaTrip.com slash book. Это веб-сайт. LinguaTrip.com slash book. Хорошо, удобно. Ладно. А вот, если не просто учиться человек едет, там, или, скажем, языку, да, а как-нибудь... Я вот чего думаю. Ну вот человек приехал, это просто в университет. Да, это мы про университет говорим. Если тот же Боря захочет после 11 класса поехать в США и учить английский, и он инвизу не дадут или дадут? Зависит... Ну, если он после 11-го и не поступил никуда в университет, могут быть вопросы. Но если он берет долгосрочный курс, и он говорит, что у него цель потом в дальнейшем он будет поступать в англоязычный вуз, то таких у нас, ребят, много тоже. Объясните. Вы едете на программу... Есть разные программы. Есть программа Pathway. При языковых школах. Ты приезжаешь в языковую школу, у языковой школы заключены договоры с там... Местные университеты. С 40 вузами, да, по всему, по всей стране. И если ты заканчиваешь в языковой школе там этот курс Pathway и заканчиваешь со средним баллом там не ниже какого-то, то они тебя без экзаменов переводят в университет. Без этого... Вообще без вступительного, только мотивационное письмо, и все, и ты подашь в университет. Там где частный? Да, в основном. То есть не государственный? Ну, стоит... Нет, есть стоит. Но даже частный все-таки должен требовать знания языка какого-то минимального. Тоже частный, поэтому только нельзя отделить. Хорошо. Значит, когда вы говорите наши, или там как-то вы говорите, что-то наши, а не какие-то ваши что? Ну, у нас типа такой отдел поддержки, который... Где мы помогаем студентам поступать. На ютубе? Нет, он как бы онлайн, у нас через Lingva3 все это бронируется. У нас очень классные специалисты, которые мы тебе помогают, потому что мы взяли своих студентов, которые уже поступили с полным финансированием в Америку. У нас сейчас основная девочка живет в Delaware, в University of Delaware делает MBA с полным финансированием. И консультирует оттуда, да? А она прям сопровождение полное делает. То есть к ней приходит человек, говорит, мне там надо поступить туда-то с таким финансированием. Он онлайн его приходит? Да, все, по скайпу. Приходит по скайпу человек, говорит, вот я Боря, и говорит, я мальчик Боря. Да, у меня такой-то средний балл, такой-то английский, такой-то бюджет, такие-то дедлайны. Все это пока бесплатно? Да, первоначально мы смотрим, как бы по высшему образованию ребята наши оценивают по телефону, насколько мы сможем помочь. Если можем, то... Хорошо. Итак, они приходят в LingvaTrip, там, .com. Как-то их там соединяют в скайпе. Ну, там заказать обратный звоночек можно на сайте. Теперь, значит, поговорили с кем-то. Этот с кем-то говорит, значит, что возможно, вот это вот примерно, да? Он говорит, вот круг, так сказать, возможного, включает в себя раз, два, три, четыре, пять. Это тебе стоит столько, это столько, это столько. Тебе надо будет вот это, вот это, вот это, вот это. Ваши, как бы... Все-таки вы бизнес, да? Да. И стартап, там, все дела и так далее. Вы как бизнес, что предлагаете? Очень много опций. Первая опция. У нас сейчас будет онлайн-интенсив по поступлению, ну, вот как онлайн-курс, да? Это просто курс, который вы можете записать и вывесить на YouTube или это? Ну, он будет не на YouTube, он будет закрытый, потому что мы хотим группу 20 человек, и там будет вот Елена, там будет преподаватель по TOEFL, там будет преподаватель по вот SAT, GMAT, GRE, там будет носитель, который расскажет про мотивационные письма, рекомендации. Это важно. То есть, это такой онлайн-интенсивчик на два месяца, нет, на месяц примерно он будет, вот, начинается 19 октября. Это для тех, кто самостоятельно хочет поспать, и он не такой дорогой, как, например, полное сопровождение. Потому что... То есть, он стоит какое-то денежку? Да, да, да. Ну, например? 290 стоит. Чего? Долларов. Долларов, хорошо. Значит, теперь, то есть, два месяца за там 300 долларов и 200... Ну, это те, кто даст самостоятельно, но им вот нужно, чтобы им рассказывали, что это делать. Я понял. Они говорят, я не хочу брать консультанта, который меня ведет по шагам, но я хочу все сам, но мне нужно. купить как бы информационный, так сказать, курс, который объяснит, как это сделать самому. Да. Слушай, это я тоже так могу. Знаете, я могу сделать за 300 долларов, так? И повесить где-то, как стать тестером самому. Ну, у вас онлайн-курс как раз и есть вот этот. Ну, этот на русском языке. Да. Ну, в смысле, это платная в школе, которой... Ну, нет, вы чего? Это не как самому. Это же мы их учим. Ты что за... Ну, да, мы как бы... Да, нет, я имею в виду сделать отдельно. Вот за 1000 долларов ты можешь прийти и учиться, а можешь сказать, а вот тебе за 300 долларов как стать тестером? И вот иди и сам делай. Да, есть разные варианты. Так, значит, или он послушал и пошел сам делать. Да, можно прочитать книгу мою, в которой все даже изложено, как это все делается, где искать, как сдавать. Ладно, тоже. А, тоже... А по чем книга? 15 долларов. Понял, хорошо, так. Потом есть полное сопровождение, это когда мы пишем уже мотивационные письма, пишем рекомендации, ну, то есть все редактируем. Мы за человека писать, опять же, это, ну, нельзя так делать, человек должен сам, его мысли мы оформляем так, чтобы это было. Ищем университеты, сами списываемся. Просто еще проблема в том, что университет, например, один год дает финансирование, второй год не дает, то есть у них постоянно меняется объем. Мы списываемся с этими университетами, даем человеку уже список, мы говорим, мы знаем, что вот этот, этот, этот в этом году будет давать финансирование, и вы подходите. И, вы сказали, полный такой сервис, он подходит, дальше он опять что-то должен сам делать, или вы? это полный мы делаем, ну, аппликейшн заполняем. Так, хорошо. что он должен мысли для мотивационного письма сказать нам. Аппликейшн форум. Ну, подойдите, вы ему дали список, а он должен из него выбрать? Да. Хорошо. Выбрал, вы там все остальное сделали, потом кончает, должно кончиться тем, что ему письмо какое-нибудь придет, что вы приняты. Да, ну, заканчивается тем, что ему приглашение на визу присылают. В этот момент вы ему говорите, спасибо, друг, мы свои отработали. Ну, да, либо с визой можем помочь, либо все. Окей, но с визой это отдельно. Да. А вот это до визы, это почем? 1200 из университета. А за что еще бывает? Бывает за 3 университета, будет за 5 университетов. А зачем ему сразу 3-то? Он же выбрал один. Вы ему дали список, потому что всегда есть, вот как я поступала в 6 вузов, меня один не взял, хотя мне кажется, что все круто и финансирование есть. Три мне не дали финансирование. Они меня взяли, но сказали sorry. Поэтому всегда лучше поступать в 6. Просто некоторые ребята, опять же, берут через нас один, чтобы у них были письма, чтобы у них были рекомендательные письма, а остальные они сами подают. Ну да, иначе получится в 6 раз дороже. Да, просто, ну, и рисковать тоже в один вуз подавать, это вообще неправильно, потому что можно год просто пропустить, когда ты ждешь, но в принципе, если человек готов куда-то ехать и там на несколько лет и так далее, то я бы сказал, что цены более чем умиленные. Да, мы на самом деле берем намного дешево. Вот консультанты, которые в Америке это делают, у них 450 долларов в час стоит. И в среднем университет 2 500, это самое минимум, которое я вообще когда-либо видела. Причем это без мотивационных писем, это вот только вот. Поговорить. Да, поэтому... Друзья, а если кто-то думает, чем заниматься в Америке, когда приедем, вот занимайтесь вот этим. Приходите к нам работать. Ну, или даже к американцам, там где уже по 450 долларов в час. Но у них там на самом деле это обычно один человек, один консультант. То есть у них не то, что консультанты. Хорошо, хорошо. В принципе, тот, кто этим путем прошел, получается, что у него как бы есть достаточно много знаний, и он может стать таким консультантом, если захочет. Ну, вот когда у нас девочки поступают, наши студентки поступили, сейчас у них есть время, они с утра работают с нашими студентами, вечером учат. Вот молодой человек из Оксфорда, да, из Великобритании. Кто? А вот вы с ним снимали. Вова? Да, да. Вова. Вот, знаете, что оказалось? Я же тоже с ним делал сюжет. Да, да? Да, и пока мы с ним разговаривали, а мы же не готовимся, но вышел человек, вышел, мы разговариваем. Оказалось, что... А он там начинает рассказывать, что вот я там искал, куда поехать, и мы так, слово за слово, выяснилось, что это мой однократник. Да, 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 у него интересная история. Да. И там профессор у него русский был как раз. Вот этот русский профессор. Мы с ним учились в 57-й школе. Да, да. Мы с ним вместе в походы ходили, там, и так далее. То есть вы с ним как одногруппники, да? Ну, в 60-м. Он на год моложе был. Но дело не в этом, просто мы там дружили, там все такое, когда-то. И сейчас так вот, мы были в Ирландии, там к нему заходили, но я просто к чему говорю, что мир как тесен. То есть он так слово за слово, я говорю, ну-ка, фамилия. Я говорю, у меня был знакомый, тот говорит, раз-раз-раз, говорит, фамилия. Я говорю, так это же мой, говорит, этот профессор и есть. Прикольно. А вы с ним не выпускали в виде? Выпускали. Не с профессором, а с Вовой. Ну, было, было. Конечно. Но он тогда никакой коммерческой линии такой не проводил, он просто рассказывал о жизни. Да, сейчас он вроде так, у него там целое предприятие, которые помогают другим, да? Я так понял. Ну, нам студентов присылают. А, вот. Ну, хорошо, хорошо, молодцом. Теперь, я вот думаю вот о чем. Если люди молодые и хотели бы просто приехать, вот, я же знаю, у вас ребята приезжают язык изучать. На две недели могут приехать, на месяц могут приехать, там, на сколько там могут приехать. Это сложно, визу получить. Что нужно, что нужно, чтобы вот не цеплялись с визой? Да, на самом деле, там стандартно достаточно, чтобы была работа, в идеале, дольше шести месяцев, чтобы вы работали на одном месте. Ну, в смысле, может быть, внутри компании переходили с должности на должность, но вот когда человек там два-три месяца работает, у них это не очень. Опять же, случаи всегда разные, поездки, да? Подождите. Студент, студент два курса закончил. Закончил два курса. Хочет на лето, на лето поехать. Между курсом вообще без проблем. Правда? Да. Ну, поездки должны быть в паспорте хотя бы там парочка. Хотя, ну, есть случаи, когда там и в пустой, понятно, что всегда найдет человек, у которого в пустой плень, но мы всегда очень-очень боимся, чтобы не было пустого паспорта. У нас обычно такой путь у студентов Мальта, они едут сначала, потом Англия, потом США. Ну, вот так вот. Английский изучать? Ну, это вы их на Мальту-то, или они сами? Да, да, у нас на Мальту. Вы там были сами-то? Да. Как там? Там очень классно. Там два часа от Сицилии, там, ну, такой вот климат, как на юге Италии, очень вкусная еда. Народ симпатичный? Да, у них там официальный язык английский. Прям все пары. У них мальтийский и английский, да, два языка. Ну, понятно, что говорят? Да, конечно. Ну, друзья, Мальта-то. Да. Так все, мы-то знали там про всякие масонские ложи, ордена. Там... Ну, там это тоже есть, естественно. Присутствует. Мальтийский крест. У нас нашел с этим как рыцарь. Ну, хорошо, неважно. А, нет, это Мальтийский орден. Да, Мальтийский орден, там, они там, со всеми делами, там, красиво. Ладно, я так думаю, в инструментальном плане, то есть, вот чтобы человек, который это посмотрел, чтобы он сказал, да, вот я понял, я знаю, что делать. Мы ничего не упустили такого, чтобы... Я еще хотела добавить, что программа, которая финансируется в 99% случаев, это программа PHD. Вот тут, ну, как бы, все везде, почти все, которые мы PHD смотрим, почти везде, а fellowship идет, это полное финансирование. обучение. Слушайте, то есть, получается такая штука, что гораздо проще приехать в США, получать своего мастера PHD, да? Чем бакалавра. Обычно это в одной программе мастера PHD, или как? это разные. Разные. Ну, ты можешь с PHD дропаут сделать, у некоторых программ разрешают сделать дропаут там после первого-второго года, у тебя остается мастерс, если ты там напишешь. А, так ты сразу на 5 лет едешь там? Да, PHD примерно 4 года. А на самом деле, если он уже своего PHD получает, то вы, я забыл, вы получали свою грин-карту по бизнесу, или по... а по бизнесу. Просто, если он по PHD получает, то он, наверное, на конференциях выступает, публикации у него есть. они, скорее всего, там, если право визы, когда я свою овизу делала, я читала всякие ресурсы, и большинство ресурсов на сайте университета, потому что ученые это стандартный. То есть, скорее всего, они могут просто подать на грин-карту, там, по одаренности, и получить сразу, даже не визу ов, чтобы где-то работать, а просто сразу грин-карту получить. То есть, это вообще потрясающий путь. Тебя 5 лет содержат. Ну да, Ну, Но это нужно тоже же, наверное, какие-то задатки проявить, чтобы тебя взяли. Ну да, нужно прийти с примерным пониманием темы исследования, прийти с публикациями, с кем-то. Но обычно у нас в университетах часто публикации есть, ну, то есть, там, каких-то сборников, конференций. То есть, чтобы приехать на PHD, уже надо иметь публикации. Не сказать, я хорошо учился, я закончил с отличием Московский институт связи. И в чем заключается PHD? Ты с 9 до 6 работаешь с профессором над исследованием. Если ты не понимаешь, что ты хочешь делать, как бы, тебя не смогут смочить с профессором. Там же как PHD происходит, тебя профессор должен взять. Профессор должен сказать, ну, у меня сейчас вот такое исследование, да, у него похожа тема, я беру его к себе. То есть, это не просто так, ты университет закончил и давай. Ну, нужны просто люди, которые, они в науке планируют остаться, они скорее всего это делают. Вы, вот, как вот, LingvaTrip, Dotcom, вы как-то с этим работаете? Работаем, да, поступают ребятки тоже. То есть, приходит к вам человек, говорит, хотел бы я вот на PHD податься, а вы ему чего? Тут немножко другой у нас путь в плане, ну, там тоже полное сопровождение в основном ребята берут, потому что мы им ищем сразу профессоров. То есть, они говорят нам тему исследования, мы говорим, окей, примерно, ну, чтобы они ускали штат там или если, ну, есть разница, нет, и начинаем искать профессоров, у которых похожа тема исследования. То есть, ваши ребята, это не те, кто только что закончил, скорее всего, а те, кто уже там годик-два хотя бы поработал. Так получается? Не обязательно. Но у них тема-то откуда? У студента, откуда тема исследования? Почему? Они на магистратуре уже что-то начинают делать. Они обычно с мастерским приходят, говорят, я на мастерсе начал вот это делать. И хочу это продолжать. Да, и хочу продолжать вот эту тему. Я понял. Получается, мастера, они уже были в каком-то исследовании. Да, 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 да. Я понял. То есть, тема мастерского. Можно отклоняться, естественно. Ну, то есть, просто какие-то задатки, потому что университет тоже не хочет как бы убрать студента, который вообще никогда исследований не делал. А вот имеет смысл так сделать? Вот я, например, заканчиваю бакалавры, планирую пойти на мастера. И я вот с вами выхожу на связь и говорю, ребята, я бы хотел в будущем, значит, двигать, значит, в аспирантуру в США. Подскажите мне, какие темы, направления, да, мне сейчас, вот допустим, выбрать для мастерского и программы, с тем, чтобы я потом гладко и так, естественно, пошел в Америку на PHD. Вы можете им сказать, вот на что спрос? Да, можем. Еще есть специальные мастерские программы, которые ведут к PHD. То есть, в некоторых университетах прям различия, есть. Типа мастерс с PHD, ну, который с продолжением, мастерс без... Чтобы попасть на мастера с продолжением PHD, надо тоже какое-то исследование уже вести? Нет, на мастерс не обязательно. На мастерс главный экзамен сдается, то есть, GMAT или GRI, ну, чаще всего. Если финансирование вы хотите, то лучше сделать. Я понял. Все, значит, мы разделяем. Значит, есть люди, которые идут сразу на PHD, там, на несколько лет, там, на три года, допустим, да, там, четыре, а есть такие, которые идут на мастера и PHD в одном флаконе, и тогда они на пять лет приезжают, и тогда другие требования, только экзамены сдать. Да, если приезжаешь на мастерс, то исследований, их там публикации не надо. Зато если сразу на PHD, то уже исследований надо, а там GMAT не надо сдавать. Надо тоже. Тоже надо? А ты же, все, все, что по-насекомить, понимаешь, этого человека, который по-английски не говорит. Отбор сделать. Видите, просто когда приходится 100 заявок, а у тебя 10 мест, как ты будешь отбирать? А, то есть, есть такое? Конечно, да. Ну, большие в Stanford 5% вероятность поступить. То есть, им надо как-то отбирать объективный критерий, по которому они сразу, 50% заявок могут отсесть, низкий балл стандартизированного теста. И они такие сразу, ну, окей, да. Ну, ладно, хорошо. Это, как бы, путь не для каждого. Не для каждого, но, как бы, если хочется. А каждого, и не надо для каждого, правда? Нет, естественно. Она с школы отказалась бы, и тоже не для каждого. Да. Ну, что же, хорошо, давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы пожелаем ребятам успеха. Да, и верьте в себя, и работайте, главное. Стравитесь на суперинтенсивную работу, потому что, понятно, что легко это все. Я, знаешь, я вот постоянно повторяю в моих видео, и, знаешь, мне как-то неудобно делается. Я вообще совестливый, такой стыдливый человек, я, как-то мне, как-то стыдно бывает, неудобно говорить, вот подпишитесь там на наши каналы, там, сюда-сюда, понимаешь? Ну, почему стыдно? Ну, это не стыдно, ты напоминаешь просто. послушай сюда, ну, послушай сюда, мне почему неудобно? Потому что им надо, понимаешь, а я должен им говорить, подпишитесь. Нет, я по-другому на это смотрю. Давай. Мы напоминаем, просто ребята посмотрели, и на энтузиазме уже на сайте Стэнфорд сидят. Да. А мы напоминаем, что, чтобы еще такие видео смотреть, надо кнопка на Лев подписаться. Для того, чтобы войти в контекст темы, если вы не в контексте темы, вы ничего не можете. Поэтому, если мы говорим о широком контексте, иммиграция, или, скажем, учеба в США, и так далее, вы должны быть в контексте этого всего. По-русски говорят, в теме, да, есть такая фраза, быть в теме, быть в контексте. Когда ты слышишь что-то, ты понимаешь больше, чем ты услышал, потому что ты в контексте, это имеет совершенно другой смысл. Для того, чтобы иметь вот этот контекст, для того, чтобы понимать то, что было сказано, А не то слово Вот с этим словом И 100 способов интерпретации Нет Понимать точно, что было сказано Для этого надо быть в контексте Надо постоянно там присутствовать Поэтому Друзья, вот у вас хороший Контекст провайдер На канале очень много видео Ну я про себя уже не говорю Ну Михаила Нет, ну это на нашем канале И так далее Поэтому, ребята, чтобы все получилось И с лотереей, дай бог И не с лотереей, так еще с чем-то Так, чтобы достаточно было Вот этой критической массы Чтобы не тут, а не там И прорваться Если что, кстати, у меня по четвергам тоже стрим Можно вопросы задать А как попасть на ваш стрим? В четверг в 8 вечера по Москве Просто на канал заходите В четверг в 8 вечера по Москве Это 10 утра у нас У нас сегодня был с очень классным блогером Из Лос-Анджелеса С Венни Паком Мы рассказывали, как выучить все английские времена за час Он про все английские времена рассказал Структуру очень классно Я боюсь, что за час не выучить На уровне практического применения Нет, это понятно За час можно понять Понять, да, ознакомиться Ну да, я могу за час Рассказать про тестирование программного обеспечения Это несложно Я могу за 10 минут рассказать И за 5 могу Но дальше остается вопрос Ну костяк такой А потом уже Да Ну что же, это хорошо Это хорошо Я пойду посмотрю Потому что у меня все время возникают вопросы Послышите, как он говорит Вот как бы вот это вот сказать Потом, да ну, нафиг, скажу просто Вот, поскольку Это, как я говорю, что можно с одним present simple С обычным временем Вроде бы Это сейчас в Италии была У меня итальянский Между А1 и А2 Я все говорила в настоящем времени Только добавляла там Вчера или завтра И люди понимали Нормально Мне так, господи, по Москве сколько ходит Вот Тоже так говорят нормально Ну да Ну что, хорошо Прощаемся Спасибо, ребята Что вы смотрели до конца Смотрите еще Да Все, кто досмотрел до конца Поставьте, пожалуйста, лайк Да Что нам очень приятно Что только народ до конца досмотрели Мы так увидим по количеству лайков Все, договорились Супер Ну, там, правда, еще и статистика Ютьюба Но, нет Так ты видишь По сравнению с другими видео Да Ты видишь, что на этом много лайков Значит, так Хорошо Да Все, пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok